Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана это очень щедрое предложение. Как сообщает Трент, об этом сказал журналистам в Баку известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко на встрече в центре Гейдара Алиева. У вас огромные перспективы национального строительства, становления по-настоящему современной нации единого Азербайджана, в котором проживают люди разных этносов, говорящие на разных языках, но ощущающие Азербайджан своей родиной. Это азербайджанцы, лезгины, аварцы, русские, удины, евреи, талыши и другие. Я так понимаю, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянам предлагает быть гражданами Азербайджана и влиться в азербайджанскую нацию. Это очень щедрое предложение, которое может исходить от сердца и души настоящего сына Азербайджана. Когда заканчивается война, делается предложение, давайте забудем зло и будем идти к будущему. Меня очень интересовала загадка азербайджанского характера, души. Я исследую этот вопрос почти всю мою сознательную жизнь. Все равно до конца не могу понять тайну вашего народа. Как умудряетесь быть и воинами, и поэтами, и музыкантами, и открытыми миру, и добрыми, не злобится ни на кого, сказал Шевченко. Он также выразил восхищение темпами восстановления освобожденных территорий Азербайджана. Я побывал в городе Шуша. Поехал по прекрасной дороге Победы, увидел Физулинский международный аэропорт. Это настоящее чудо. Освобожденные территории Азербайджана возрождаются. Скоро, как мне сказали, будет запущена еще более современная дорога, пробиты тоннели до города Шуша. Там я видел ребят, которые работают, восстанавливают. Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей волей и ясным умом стратегически координирует всю эту работу, отметил российский политолог. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи принесет конкретные результаты. «Я считаю, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи. Процесс, который находится в треугольнике Баку-Ереван-Москва, кажется мне очень перспективным», отметил он. Касательно тем, которые, как ожидается, будут обсуждаться во время этой встречи, Шевченко подчеркнул, что делимитация границ является важнейшей темой. «Некоторое время назад, когда были трагические события на армяно-азербайджанской границе, тогда погибли люди, я написал в своем телеграм-канале, что если Армения будет так по-прежнему себя вести, то заплачет по Зангизуру так же, как плачет по Карабаху». Там была бурная реакция. «Но это же правда. Война ничего хорошего не принесет для армян», — сказал Максим Шевченко. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok